Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в Тебе даровании, которое дано Тебе по пророчеству с возложением рук священства. А всем заботься, всем пребывай, дабы успех Твой для всех был очевиден. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа От Луки святое благовествование Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через Него. И вот некто, именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел Его и сказал Ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у Тебя в доме». И Он поспешно сошел и принял Его с радостью. И все, видято, начали роптать и говорили, что Он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения Моего Я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и Он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И вшед прохождаша во Иерихон, и сей муж нарицаемый Закхей, и сей бе старий мытарем, и той бе богат. И искаше видите Иисуса, кто есть, и неможаше от народа, яков возрастом малбе, и преды тек возлезе на ягодичину, да видит, яку туде, хотяша минуте. И яку прииде на место, возрев Иисус, видев его, и рече к нему, «Закхея, почався слезе, днесь Бог дому твоем подобает ми быти, и почався слезе, и прият его радуяся. И видевши вси раптаху глагорюще, яку к грешну мужу в нити витати. Савже Закхей рече к Господу, все полымения моего Господи дам нищим, и аж и кого чим обидех, возвращу четверицею». Рече же к нему Иисус, яку дней спасение дому сему бысть, за ней сей сын Авраамль есть. Прииде, во сын человек, взыскати и спасти погибшего. Блаженный феофилакт, архиепископ болгарский, благовестник. Толкование на Евангелие от Луки Стихи 1, 10 Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищему, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Господь похищает самые крепкие сосуды у дьявола и разрушает его города, ибо смотри, как он не только мытарей сделал своими учениками, но и старшего между мытарями Закхея пленяет во спасение. А что мытарь – существо низкое, а старший между мытарями, как начальствующий в злобе, еще более гнусен, в том никто не сомневается, ибо средства к жизни мытарей приобретают не иначе, как от слез бедных. Однако же этот старший между мытарями не оставляется в презрении, но оказывает гостеприимство и в воздаянии получает спасение, ибо когда он пожелал увидеть Иисуса и для сего влез на смоковницу, Господь усматривает его прежде, чем он сам увидел его. Так Бог везде предваряет нас, лишь только увидит нашу готовность. Иисус, увидев его, повелевает ему скорее слезть, так как он имеет быть в дому его. Закхей не умедлил, ибо не должен уклоняться, когда повелевает что-нибудь Христос, но слез и принял с радостью, хотя многие роптали. Посмотрим же, какие он приносит плоды по случаю посещения Христова. «Половину имения моего Господи», говорит он, «отдам нищим». Видишь ли горячность? Он начал сеять без пощады и отдал не что-нибудь малое, но все жизненно. Ибо и то самое, что он удержал, удержал для того, чтобы иметь возможность отдать обиженным. Всем научает и нас, что нет никакой пользы, если кто, имея богатство неправедное, милует иных, а обиженных оставляет без внимания. Смотри, как он и всем случай поступает. Если кого чем обидел, он возвращает в четверо, всем самым вознаграждая убыток, причиненный обиженному, ибо истинная милость не просто убыток возвращает, но и с прибавлением, согласно законам. Ибо закон заставлял укравшего уплатить в четверо. Смотрим исход, главу 22, стих 1. Если же даже до точности рассмотрим, то увидим, что у него решительно ничего не осталось из имения. Ибо половину имения он дал нищим, и у него осталось только половина. И из этой оставшейся половины он опять возвращает в четверо тем, кого он обидел. Поэтому, если жизнь этого старейшины мытарей состояла из неправд, а он за все, что приобрел неправда и возвращает в четверо, то смотри, как он всего лишился. Всем отношению он оказался мудростующим выше закона, учеником Евангелия, так как он возлюбил ближнего более чем себя. И это не в обещании только, но и на самом деле. Ибо не сказал, отдам половину, возвращу в четверо, но вот я даю, возвращаю. Он знает наставление Соломона. Не говори, пойди и приди опять, и завтра я дам. Христос благовествует ему спасение. Ныне, говорит, ты даешь, ныне тебе спасение. Ибо словами дома сему без сомнений указывает на Закхея, получающего спасение. Под домом, разумеется, Закхея, потому что бездушное здание Господь не назвал бы сыном Авраамовым, а очевидно назвал так одушевленного хозяина дома. Назвал его сыном Авраамовым, может быть, потому что он уверовал и оправдался верой, а может быть, и потому что великодушно презрел в богатствах и возлюбил бедных, подобно сему патриарху. Примечай, Господь назвал Закхея сыном Авраамовым теперь, когда увидел в нем сходство в образе жизни. Не сказал он, потому что и сей сын Авраамов был, но ныне есть. Ибо прежде, будучи старшиной мытареи и сборщиком податей, а с праведником не имея никакого сходства, он не был сыном его. Поскольку же некоторые роптали на то, что Господь пошел в дом к грешному мужу, то, чтобы заградить ему уста, он говорит, сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Таков буквальный смысл, но удобно можно изъяснить это иначе в пользу нравственности. Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоти и дух противоположны между собой, и потому не может увидеть Иисуса за народом, то есть смущаемый страстями и житейскими делами, не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего, ибо таковые не ощущают никакого действия приличного христианина. А хождение Иисуса то и означает, что Христос нечто действует в нас. Такой человек, никогда не видавший Иисуса ходящего и не испытавший никакого действия приличного Христу, часто от раскаяния приходит в сознание и влезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означаются смоковницей, и таким образом, возвысившись над собой и, полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает Его. Тогда Господь говорит ему, сойди скорее, то и через покаяние ты пришел на высшую жизнь. Сойди же через смирение вниз, чтобы высокомерие не обмануло тебя. Смири скорее, ибо если ты смиришься, мне надо быть у тебя в доме. Мне, говорит, необходимо быть в дому смиренного, ибо на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Смотрим книгу пророка Исаии, главу 66, стих 2. Такой человек половину имения отдает нищим, то есть бесам. Имение у нас двоякого рода, то есть телесное и душевное. Все телесное праведник уступает бесам, поистине нищим и лишенным всякого блага, но от душевного имения не отступается. Как известно, и Господь говорит о быове, только душу его сбереги. Если таковой, обидел кого чем, он уплачивает вчетверо. Фим намекается на то, что всякий через покаяние, переходящий на путь противный прежней злобе, четырьмя добродетелями врачует все прежние грехи и таким образом получает спасение. Называется он сыном Авраамовым, так как подобно Аврааму он вышел из своей земли и от сродства прежней злобы поселился вне дома отца своего, то есть вне себя, и отвергся самого себя, ибо он был домом отца своего дьявола. И таким образом, став вне себя и отчуждившись, получает спасение. Положи в доброе начало, старайся до старости прибыть в том же подвиге, и будешь светилом, просвещающим многих на пути Господнем. Да не будет у нас ныне воздержания и кротость, завтра – пресыщение и гордость, ныне безмолвие, бдение и смирение, а завтра – тщеславие и сон ненасытный. Воззрите на древние роды и увидите, что все угодившие Богу терпением и долготерпением получили обетование. Трезвись всегда возлюблены, ибо заповеди Божии требуют большого внимания. Ничто столько не радует Бога, как наше обращение к Нему, уклонение от зла и стремление к добродетели. Исповедуй, изобличи и оплачь грехи свои, и садилаешься чистым, предпречистым сердцевецем. Если хочешь очиститься, глаголи ты прежде беззаконие свои, да оправдишися, и не возвращайся более на первое. Молись непрестанно, ибо не столько волки боятся мечей, сколько дьявол и демоны молитвы. На каждый час поминай об исходе души своей, смерти, суде, аде, чтобы после не раскаиваться напрасно. Не хвали и не люби богатых, но и не ненавидь их. Не общись только с ними, особенно же с немилостивыми, скверно прибыствующими и скупыми. Умертвим все уды, я же на земле. Все посвятим Богу и соделаемся всецело разумным всесожжением Богу. Как огонь в воде, так скверный помысел не может быть в праведном сердце, ибо всякий боголюбец, правдолюбец и трудолюбец в делах благих вступает в общение с Богом, и дьяволу нет в него входа. Семя не прорастет без воды и земли, и человек не спасется без произвольных трудов. Как дождю нельзя литься без облаков, так человеку угодить Богу и спастись без чистой совести и добрых дел. Покаяние составляет один из главнейших предметов Божественного Писания. Сам Спаситель в самом начале говорил ученикам своим «Покайтесь, приближись обо Царствие Божие!» О, как взыщем мы сего времени покаяния, которое иждеваем теперь, играя и служа игрушкой, и не обретем! Внимающий себе, боящийся Бога и трепещущий словес его, не ищет услаждений и увеселений, не смехотворствует, не надымается, не гордится, не высокомудрствует, не гневается, не блудствует, не неродит о молитве и чтении Божественных Писаний, но всегда самособран, смиренно мудр, сокрушен сердцем, всегда в слезах, плаче и истинании, всегда в подвигах, всегда в пламенной и горячей молитве об избавлении от огня геенского. Животолюбец говорит «Хочу спастись» и не творит того, чем спастись можно. Вот ему ответ. Всегда ты только желаешь и намереваешься. Доколе же будешь двоедушен и не устроен в путях своих. Теперь можешь, наверное, не совсем хочешь. Смотри, не застала бы тебя внезапно смерть в такой нерешимости, и тогда восхощешь, но уже невозможешь. Не ходить в церковь Божию, не исполнять своего правила, не родить и о молитве и чтении Писании, отвращаться от всякого подвига и самопринуждения, ради утех, развлечений и сует, нечестиво и пагубно, ибо это ведет в бездну нераскаянности и отчаяния. Ешь ли или пьешь, сидишь или ходишь, один ты или с другими смотри, ни на одну минуту не выпуская из мысли огня геенского и всегда помышляй о нем со страхом и трепетом, со слезами и воздыханиями. Если ты грешник, твори милостыню, стяжи смирение и чистоту, покайся и спасешься. Мытарь ли ты, можешь соделаться евангелистом, гонитель ли, апостолом, разбойник ли, можешь с Господом быть в раю, волвх ли, можешь поклониться и принести дары владыке, нет греха, которого бы не разрешало покаяние. Как огонь, не спадший в тернии, поедает его, так благодать Божия поедает и изглаждает все грехи кающегося. Не ищи как, но веруй, сколько бы не нагрешил ты глаголи первой беззакония своей и оправдишься. Сознайся, что ты согрешил, восстань, пролей слезы, как блудница, раскаясь, как мытарь, теки ко спасителю, как блудный сын и жена хананейская. Твори милостыню, сколько можешь. Перестань грешить, блудствовать, убивать, завидовать, смеяться, рассеяничать, похищать, обижать, лгать, тщеславиться, искать славы человеческой. Вседушно и горячо предайся милостынетворению и частым молитвам. С презрением всего земного и Бог оставит тебе все грехи твои. Не ласкай плоти сном, банями, мягкими ложами, избранными яствами, ибо она пища червей. Чем более уточняешь плоть, тем тучнейшую готовишь с ней червям. Душу же связываешь тягчайшими узами, кои не позволяют ей распарить на небо. Кто хочет быть другом миру, враг Богу бывает. Ищущему временной славы невозможно получить вечную. Всякое горечь и гнев, сквернословие и лукавство довозьмется от нас. Слово гнило, да не исходит из уст наших, но всегда благое к созиданию слушающих. Отсеки дерзость, обуздывай язык и чрево, и найдешь покои. Память смерти, суда и мук, да не выпадает из сердца твоего, и будешь беспреткновенно тищи путем Божьим. Безмолвие есть пища ангелов и детилища всех добродетелей. Рассеянность, празднословие и смехи разоряют все, что первое созидает долгим трудом и потом. Душа, совершенно не отрешившаяся от мирских попечений, не может ни Бога возлюбить искренно, ни дьявола возненавидеть в правду, ибо у нее на сердце покрывало житейских забот, которые не дает ей зреть и действовать право. Преуспевший в духовных деяниях и опять обратившийся к прежним своим злым обычаям, не только теряет мзду, но еще впадает в большее расстройство и осуждение. Где игры, смехи, празднословия, утехи, там демонский праздник, а где чтение и изъяснение писаний, молитвы, слезы, воздыхание и сокрушение сердца, там Бог, там радость и веселье ангелов. Откуда немощи, откуда болезни, откуда нечаянные смерти, нет чревоугодия ли и сластей? Чем более услаждаем плоть, тем более растлеваем ее, и не ее только, но и душу. Тело земно, но если хочешь, можешь сделать его небесным. Соделай состав тела своего чистым, и Бог вселится в тебя. Как рыбе нельзя жить без воды, так и душе спасти с безбезмолвия и поучения в божественных писаниях. Ешь ли или пьешь, умом своим никогда не отступай от Бога. Девиз «Изумляйся и словословь его», созерцая дивные его творения, видимые и невидимые. Утреннюй-ка Господу, и в полунощи вставай, исповедайтесь о имени Его, когда ни слух, ни зрение не препятствует уму пребывать с единым Господом. Узнай, возлюбленный, образ доброго жития и научись ему, научись хранению очей и слуха, обузданию языка и чрева, порабощению плоти, смиренному мудрованию, чистоте помыслов, отсечению гнева, терпеливому перенесению обид и поношений. Сраспни с Христу, да и живешь с Ним и в Нем. Ни в одном телесном делании заключается все подвижничество, но паче во внимании ума и духовном поучении, чтении, писании и частых молитвах. Без всего последнего невозможно душе властечь на высоту чистоты и непорочности. Не надейся победить нечистого духа блуда своею силой и своим подвижничеством без помощи Господа Бога. Он не перестанет бороть тебя, пока искренне не уверуешь, что не твоя воля и труд. Но единственный покров Божий может избавить тебя от сей болезни и воззвать на высоту чистоты, ибо это высшее естество. Смирением, молитвы, бдением, коленопреклонениями, слезами и сокрушением сердца, чтением и поучением в божественных писаниях привлеки помощь Божию, и она умертвит плоть твою. Желающий проводить жизнь непорочно должен всячески бегать с обращениями с женщинами, ибо это сеть, кою враг легко уловляет невнимательные души. Приучим тело к воздержанию, и оно принесет нам чистоту и здравие, ибо неумеренность губит то и другое. Правилам воздержанности святые отцы положили вставать из-за стола, когда еще есть небольшая алчба. Если хочешь избавиться от грехов, отеки корни их, ибо тогда сами собою сохнут ветви и листья и прекратится плодоприношение. Если хочешь избавиться от блудок, отсеки корень его, чревоугодие и смотрение на женщин. Читай Божественное Писание, непрестанно плачь, воздыхай и молись, воспоминай о нечаянном приходе смерти и трепещи огня гиенского. Без всего нельзя победить диких зверей блуда. Озлословил ли ты кого? Благослови. Обидел, воздай. Соблудил, плачь. Воздыхай из глубины. Перестань грешить, умертви плоть, иссуши тело, и молись непрестанно. Погордился, смирись, позавидовал, помолись о благе того, кому позавидовал. Исповедуй, не скрывая всякий грех свой отцу или старцу верному, благоговейному, нестяжательному. Соблюдай заповеди, кои заповедал Бог, и спасешься. Рукою Божию создан ты человек. Постыдись, хотя сего образа создания своего, и не устремляйся к бессловесным похотям. Исхити душу свою из мира, беги из Содома, в горе спасайся, шествуй право, и смотри, не приткнуться бы о камне притыкания. Внутри буди, и, подобно наблюдателям звезд, оттуда созерцай небо. Необходимо нудить себя и как бы насиловать тело свое. Пища излишняя делает тело чрезмерно нагруженным кораблем, который при малом движении волн идет ко дну. Воздержанный умаляет страсти, а невоздержанный размножает похоти. Чем больше дров, тем сильнее пламя, чем больше яств, тем яростнее похоть. Дух Божий отступает от человека ради зловония от пресыщения и похоти. Тогда входит в него дух зловонный и все не извращает внутри его. Как дым отгоняет пчел, так чревоугодие и пьянство отгоняют благодать Божию. Но лучше совсем не есть, нежели оскорбить духа благодати. Ради немощи плоти не худо употреблять иногда немного вина. В таком случае не возмущается естественное движение плоти, и мысль остается чистой. Неумеренность же всем закрывает небо густою тучей нечистых помыслов. Подвязающемуся должно от всего воздерживаться, не от яст только, но от всего вообще запрещенного. Как от ятия одного, какого члена делает все тело человека безобразным, так недостаток одной, какой добродетели, портит все благообразие воздержания. Воздерживаться должно всеми чувствами, слухом, зрением, обонянием, вкусом и осязанием. И, отрешаясь от земного, возвышаться умом горя. Тогда молитва наша ко Господу будет чиста, и беседа к Нему равна ангельна. Желающий присвоиться Богу должен очищать страсти свои, а не работать им, и в совершенном безмолвии возделывать сокровенное в сердце поучение. Тогда земное отпадет, а небесное внедрится и возрастет. Истинный пост есть тот, при коем не только отказываем себе, но и раздаем бедным и вдовицам то, что следовало бы истратить на содержание себя в довольстве, чтобы, питаясь от то его, они помолились о тебе Богу и соделали пост, благоприятный ему жертвою, как говорит Исаия, раздробляй алчущим хлеб твой и нищие бескровные веди в дом твой. Удерживайся от праздных слов, кто хранит уста свои и язык, тот избавляет душу свою от скорби. Когда услышим поносящих нас, укорим сами себя, как достойных всякого поношения, укорять себя всегда и во всем есть дело весьма угодное Богу. Сами же не будем никого поносить и злословить, чтобы не уподобиться клеветливым иудеям. Блаженны поносимые и злословимые правды ради, ибо награда их на небесах велика. Сыне, не ревнуй мужам злым, прознословцам, блудникам, смехотворцам, любящим забавы и не общись с ними. Если бы мы страшили с ада и желали Царствия Божия, то никогда не стали бы прознословить или говорить неподобные слова. Не думай, будто слово есть малое дело, кто презирает малое, впадает в большее. Как сохранишь сердце, не храня уст? Слово гнило, да не исходит из уст твоих, но то, чье же есть благо к созиданию веры, да даст благодать слышащим. Святой пророк Давид говорит, кто есть человек, хотя и живот, любяй, не видите благи. Удержи язык твой от зла и усне твое, еженеглаголы тельсти. Имея такие свидетельства, братья, бежим пустословия, ибо по слову Господню мы должны дать отчет в день суда во всяком разном слове. Поучаться день и ночь в сердце своем истине и ей жертвовать всем. Вот истинная жизнь, покой и царствие Божие. Алчущий и жаждущий правды Божией исследует Писание, чтобы узнать и соблюдать волю Божию. Кто хочет хранить чистоту сердца своего, тот ревностно подвизается против страстей со всецелой преданностью Богу. Сей Сын Богу и Сын Вышнему наречется и будет сонаследником Христу. Живы в помощи Вышнего в крови Бога Небесного дворица Речет Господи Заступник Моиси Прибежище Мое Бог Мой Уповая на Него Я готов избавить Те от сети ловча Слависи мятежно Плечма Своим осенит Те под крыле Его надеющись оружием обыть Те истинно Его Не убоившись от страха ночного стрелы летящие во дни отвечив от неприходящие от срящие беса полудиного Подета страны Твоя тыща и тьма деснует Тебе к Тебе же не приближится Абача от чима Твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь Яку ты Господи упование Мое Вышнее уположилось и прибежище Твое Не приид к тебе злой рано не приближится Телеси Твоему Яку ангелам Своим заповесю Тебе сохранить во всех путях Твоих На руках возму Тя да никогда предкнеша камень ногу Твою На аспи да и усилий ка наступиши и попереши льва и змия Яку намя уповая сбавлю и покры якопозна имя Мое Возовет ко мне услышу Его с ними в скорби и зму Его и прославлю Его Долготую дни исполни Его являю ему спасение Мое Возведох очи Мои в горы отнюду же приедет помощь Моя помощь Моя от Господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги Твоей ниже воздремлет храняй Тя сене воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит Тя Господь покров Твой на руку десную Твою во дни солнце не ожет Тебе ниже луна ночью Господь сохранит Тя от всякого зла сохранит душу Твою Господь Господь сохранит вхождение Твое и схождение Твое отныне и до века Отче наш и живи си на небесе да светится имя Твое да приедет царствие твое да будет воля Твоя на небесе и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь и остави нам долги наши окужие мы оставляем должником нашим не веди нас в искушение но избави нас от лукавого Господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле Твоей святой на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня какие бы я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением что на все святая воля Твоя во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все неспослано Тобой научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим никого не смущая и не огорчая Господи дай мне силу перенести утомление меня и все события в течение дня руководи моею волею и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить аминь и не летят и не истинам и блажен небогу истинам блажен и истинам блажен и И Патерь Бога нашему, честнейшую Херувину, и славнейшую, без сомнения, и славнейшую, без сомнения, Бога слава нашу, сущную Богородицу тя величая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok